Российское государство Российская федерация, но всегда были люди по первому зову, встававшие на защиту страны и совершавшие героические поступки. Развитие и становление вооруженных сил России тесно связано с историей государства, ее общественным строем, экономикой и политикой. На протяжении всей истории русским людям постоянно приходилось вести борьбу против иностранных захватчиков, защищать свое отечество. Вот уже 75 лет наша страна живет под мирным небом, и у молодого поколения иногда возникает вопрос о том, зачем нам отмечать день 23 февраля и для чего он существует. В истории нашего государства немало знаменательных событий и дат, которые стали постепенно терять свою значимость и становятся забытыми новыми поколениями. День защитника Отечества не связан с определенным событием, но, несмотря ни на что, он содержит в себе огромную смысловую нагрузку. Это символ памяти, который мы бережно передаем друг другу, детям, внукам в знак уважения к нашей истории, нашим героям и нашей Родине. Как назывался праздник всех мужчин в разные годы нашей истории? С 1919 по 1946 год – День рабочей Крестьянской Красной Армии. С 1946 года по 1992 – День Советской Армии и Военно-морского флота. С 1993 по 1994 год – День Российской Армии. С 1995 года по 2012 год – День защитника Отечества. В 2002 году День защитника Отечества объявлен выходным днем. 13 марта 1995 года федеральным законом было установлены Дни воинской славы и памятных дат России. Все эти даты – подтверждающие защиту нашей Родины от иноземных агрессоров. Россию невозможно обвинить в развязывании агрессивных войн ни в прошлом, ни в настоящем времени. Вспомним эти дни воинской славы. 13 век. 18 апреля 1242 года – День Победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, Людовое побоище. 14 век. 21 сентября 1380 года – День Победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. 18 век. 10 июля 1709 года – День Победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении. 9 августа 1714 года – День Первый в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут. 7 июля 1770 года – День Победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении. 11 сентября 1790 года – День Победы русской эскадры под командованием Федора Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра. 24 декабря 1790 года – День Взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова. 19 век. 8 сентября 1812 года – День Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Кутузова с французской армией. 1 декабря 1853 года – День Победы русской эскадры под командованием адмирала Павла Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. 20 век. 1922 год. 23 февраля – День Защитника Отечества. 7 ноября 1941 года – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве. 5 декабря 1941 года – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой. 2 февраля 1943 года – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 23 августа 1943 года – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. 9 октября 1943 года – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ. 27 января 1944 года – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 9 мая 1945 года – День победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 по 1945 годы. 3 сентября 1945 года – День окончания Второй мировой войны. 4 ноября 2004 года – День народного единства. Великая Отечественная война. Такое все дышало тишиной, что вся земля еще спала, казалось. Кто знал, что между миром и войной всего каких-то пять минут осталось. Земля горела под ногами лютого врага. Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу врага – это подвиги беспредельного мужества и стойкости советских людей, верности Родине. Я не напрасно беспокоюсь. Чтоб не забылась та война. Ведь эта память, наша совесть, она как сила нам нужна. Афганская война. 25 декабря 1979 года по просьбе правительства Афганистана на территорию этого государства вошли первые советские войска. Для наших солдат та война длилась 9 лет, 11 месяцев, 19 дней. В Афганистане проходили службу 620 тысяч наших солдат. Более 13 тысяч матерей и отцов не дождались своих сыновей. Не услышали они «Мама, я пришел». Чеченские войны. Первая чеченская война унесла до 50 тысяч жизней мирных жителей, до 6 тысяч жизней российских солдат, милиционеров и сотрудников других силовых структур. Война в Южной Осетии. Предательское нападение грузинских войск на мирных жителей. Вечной славы всем воинам, защищавшим свое Отечество. Российская армия – это вооруженные силы нашей Родины, которые защищают ее независимость и свободу. Защита Отечества – долг и обязанность каждого гражданина. 23 февраля – это День защитника Отечества. Каждый мужчина, будь он морским офицером или программистом, бизнесменом или милиционером, ученым или фермером. Защитник. 23 февраля – это День защитника своего Отечества, своей семьи. 23 февраля – это День настоящего мужчины. Этот праздник олицетворяет собой все то, что ценят в мужчинах – мужество, силу, заботу и ответственность. Дорогие наши мужчины, папы и сыновья, поздравляем вас с праздником, желаем успеха в делах, счастья, добра, чистого мирного неба над головой. Мальчишкам – расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и благородными. Помнить о высоком звании мужчин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова